МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Хвостатый беспредел». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом выпуске вы вновь видите множество пушистых, ушастых и хвостатых. Посмотрите, как купаются шиншиллы. И узнайте о добермане, который раскрыл более полутора тысяч преступлений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встречайте, герой этого выпуска золотая, то есть сухопутная, да нет же, домашняя шиншилла. А точнее, дружная семья из четырех зверьков, живущих у Александра. Он разводит шиншилл уже три года. Это у нас Фил, отец семейства. Да, Фил? Скажи что-нибудь. Не скажет. Стесняется. Он у нас появился первым, собственно. Он у нас отец уже, получается, девяти малышей. Шиншиллы – социальные животные. Они плохо переносят одиночество. Эти звери в среднем живут около 16 лет. Но без пары намного короче. По данным исследователей, на 30%. Вот, пришлось взять для него подружку. Вот такая мамочка у нас появилась. Шиншилл назвали Джилл. Через четыре месяца эта парочка преподнесла хозяевам сюрприз. Мы сначала даже не поняли, что она рожает. Она так слабенько попискивала и в домике сидела. А потом оттуда вылезло мелкое чудо. В отличие от многих животных, шиншиллы появляются на свет зрячими, с зубами и мехом. Самый маленький в стае – четырехмесячный Джек. Дружелюбный и гиперактивный. Он всегда приходит, на ручки сам просится. У всех шиншилл свой особенный характер. Сестра Джека не зря названа в честь французского исследователя Жака Ива Кусто. Она любит исследовать. Она залазит во все дырки, когда мы выпускаем гулять. Александр завел именно шиншилл не случайно. У меня аллергия, и ни кошек, ни собак мне нельзя. У этих особенность, что у них нет потовых желез, поэтому их шерсть гипоаллергенна. То есть их можно нюхать, они не пахнут ничем. Вот они очень мягкие. У шиншилл роскошный и густой мех. На одном сантиметре кожи растет рекордное количество волосков. 30 тысяч волосков. Поэтому они такие меховые, и, собственно, именно поэтому их выбирают для шуб. Вот, что на самом деле очень плохо. Браконьеры во все времена охотились за ценным мехом этих зверей. Сейчас шиншиллы занесены в Красную книгу. Последних особей можно встретить в Южной Америке. Эти животные живут в предгоре Ант. Они бывают двух видов. Они различаются по строению, величине и, самое главное, по длине хвоста. В домах живут потомки длиннохвостной дикарки. Большое заблуждение людей, что шиншиллы – это экзотическая крыса или маленький кролик. Самый ближайший их родственник – это дикобраз. От своего старшего колючего брата грызуны переняли ночной образ жизни. Они просыпаются где-то часов в шесть, и после этого они взаимодействуют до утра. Ориентироваться в темноте им помогают большие глаза и чувствительные вибрисы. Шиншиллы издают очень много интересных звуков. Так они общаются между собой. А так прочистуют. Чтобы животные не волновались, им нужно создать хорошие условия для жизни. Шиншиллы любят просторный дом. Считаю, что самое оптимальное – это витрина. Это высокая, большая, просторная витрина. Потому что они любят именно прыгать, запрыгивать, лазить по полочкам. Эту витрину Александр сделал сам из старого книжного шкафа. Самое главное – это им закрыть углы, где они могут грызть. Потому что ДВП – это все-таки на клею, клей им вреден. Александр называет предметы, которые должны быть в домике у Шиншилл, начиная с самого главного. Это место, куда они прячутся. Это либо дом, либо колесо бегательное. Никуда и без кормушки и поилки. Поилку лучше брать стеклянную. Во-первых, потому что стекло можно кипятить. Во-вторых, это, по-моему, единственное, что они не могут прогрызть. Они грызут даже алюминий. Еще один элемент – место с сеном. Это либо подвесная сенница, либо просто какой-то лоток с сеном. Сено им для кормления обязательно, потому что с сеном они проталкивают пищу. Рацион Шиншилл – сухие фрукты, овощи, злаки и специализированный корм. Мы кормим хорошим немецким кормом. Покупаем отдельно зеленые гранулы. В них домешиваем сушеные примеси. Там морковка, цветы различные. Ну, кормят их вообще один раз в день. Норма – 30 грамм на одно животное. Выбирает самое вкусное, а потом уже ест пеллеты. Пеллеты – это вообще прессованная трава сушеная. Она помогает им стачивать зубы и, собственно, нужна для пищеварения. Зубы и шиншилл растут в течение всей жизни, поэтому в клетке должны быть точильные минеральные камни, деревяшки и веточки. У нас на участке растет береза. Вот мы отпиливаем веточки. Они очень любят вот такие мелкие. Они их разгрызают в труху. А вот из таких бревнышек они делают вот такие чудесные предметы. Точат их до состояния карандашей. Еще одна важная процедура в жизни шиншиллы – купание. Так, ну купаются они в специализированном песке. Хотя он только называется, что это песок. На самом деле это вулканическая пыль. Важно, чтобы в ней не был добавлен кварцевый песок. Он может ранить животное. Собственно, самый простой способ – это просто его потереть в пальцах. Он должен полностью растереться в порошок. Принимать ванны шиншиллы очень любят. Такие процедуры избавляют их от влаги и грязи на шерсти. Важный для шиншилл момент – температурный режим. Их нормальная температура содержания – это где-то 18 градусов. Ну, у нас сейчас где-то 25. Выше этого значения температура подниматься не должна. Иначе у шиншилл может случиться тепловой удар. Шиншиллы – дружелюбные животные, любящие своих хозяев. Просятся там на ручки, сразу лезут им. Руки подставляешь, они вылезают. Начинают там выкусывать. У меня за бороду щипают, за ресницы, за брови. Это у них ухаживание. То есть они выкусывают шерсть друг к другу. И к хозяину также относятся. Александр отмечает высокий интеллект шиншилл. Они запоминают свои имена, знают команды «домой» и «нельзя». Шиншиллы способны выдумывать хитроумные планы побегов. Они взяли палочку, ну вот эту погрузушную, обточили ее до карандаша, вставили между стеклом и клеткой, нажали лапами и открыли, и вышли. Ну, они очень, во-первых, добродушные. Они очень активные и любознательные. И, собственно, они с нами взаимодействуют всегда. То есть сначала они могут, конечно, пугаться, куда-то забиваться, но они всегда после этого к нам приходят. Особенно пьешь чай или что-нибудь делаешь, они приходят, начинают проситься на ручки. Пока хозяева пьют чай, Джек рядом лакомится овсянкой. А рыбы за стеклом с завистью наблюдают за этой идиллией. Треф. Это слово наводило ужас на всех преступников России. Почему? Вы узнаете об этом в рубрике «Хвостатая история». На дворе стоял 1909 год. Крестьянин Багаев из Воронежской губернии нашел мертвого сторожа. Ну, все ценные вещи были похищены, а местная полиция зашла в тупик. Но тут, из Москвы, приехал легендарный сыщик Шерлок Холмс. Собачьим обличьем. Это был доберман по кличке Треф. Полицейская собака обнюхала пол сторожки и бросилась на улицу. Ворвалась в кирпичное здание завода на краю деревни и накинулась на человека. Им оказался тот самый крестьянин Багаев, обнаруживший труп. При обыске в доме Багаева нашли его шубу, залитый кровью горсть золотых монет и орудие убийства. Молод со следами крови. Так доберман по кличке Треф обнаружил еще одного преступника. Всего за 10 лет работы пес раскрыл около полутора тысяч преступлений и стал известен не только в России, но и в Европе. Встречайте весну! И принимайте солнечные ванны, как и наши шиншиллы! Это была программа «Хвостатый беспредел». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok